Де Синг Де Синг не знает любви, только ненависть. Он погружает в мрачное, неуютное, сиренево-розово-синее киберподземелье, где течет кибермагма, бегают киберсамураи и киберпауки, где кибердробовики, кибермрак и киберсмерть. Тут нечего делать, кроме как шагать вперед и убивать. Никакого сюжета для мотивации. Вот тебе пистолет, выбирай уровень и в бой. Стреляй, мочи, не останавливайся, стреляй, стреляй, стреляй. Вот и весь смысл. Это голый коридорный шутер, где между уровнями ты отдыхаешь на базе. Если ты включил его, значит ты хочешь стрелять, иначе тебе не по адресу, вали отсюда. Единственное, чем дышит это место, единственный смысл двигаться вперед, это ненависть. Если ее нет, то она появится. Эта игра знает толк в лютой адской злобе, в гневе, в мести. Она заставит гореть чью угодно жопу, заставит бить кулаком об стол и кричать матом во всю глотку. Она умеет унижать, оставляя только самых стойких, самых упорных, самых злых. Больше 80% игроков получила первую ачивку, но лишь 18% победила первого босса. Визуально концепт напоминает вселенную Трон. Перед глазами постоянно хроматические аберрации, и все взрывается огромными яркими пикселями. А на фоне играет Дэниел Дэлюкс, еще один Synthwave-композитор, широко известный в узких кругах. При этом дизайн не до такой степени минималистичен и одержен контурами, как в Троне. Он тяготеет к низкой полигональности и грубым кубическим конструкциям в духе другого хардкорного и киберпанкового шутера под названием Суперход. С другой стороны, D-Sync — типа олдскульный шутер, бескомпромиссный и злой. В нем можно прокачивать оружие, становиться быстрее и сильнее, но ощутимой разницы это не даст. Главное — личный скилл. Враги не умеют работать сообща, но они быстрые и хитрые. Они убивают с одного или двух ударов, распаунятся по всему периметру комнаты и любят окружать. Некоторые способны телепортироваться и делают это всегда со твоей спиной. В таких случаях нужно летать как сумасшедший, постоянно зажимая скольжение. Уклонение вообще используется даже чаще, чем оружие. Большинство противников тупо бежит навстречу, в открытую, но есть такие, что носят щиты или умеют отражать пули. Вокруг таких постоянно нужно бегать. Опять же, нужно уклоняться от ударов. Причем эти удары стремительные, внезапные и мощные. Никогда нельзя недооценивать врагов. У них всегда отличная реакция. Поэтому нужно либо превзойти их, либо сказать игре до свидания. Однако авторам этого было как будто бы мало, и они даже карты сделали враждебными. Неважно, какого масштаба арена, она всегда ставит жесткие рамки. Независимо от того, маленькая ли это комната или просторный зал, там всегда не хватает места для маневра. Узкие дорожки, нагромождение трамплинов, повсюду провалы в магму. Тебе нужно бегать со всех ног, а ты постоянно утыкаешься носом в какую-нибудь хрень. Или сами противники блокируют проход, и ты никак не можешь пробежать мимо них. И иногда не можешь и перепрыгнуть, и просто погибаешь, обидно зажатый в углу. Почти всегда есть какие-нибудь средневековые ловушки. Это острые пики или вылетающие стрелы. Видимо, прежде всего они придуманы, чтобы помогать, чтобы можно было подставлять под них толстых мини-боссов, которые, кстати, сами по себе стараются ловушки обходить. Но и сам можешь в суматохе наступить не туда. Одним словом, ад. И пробираться через него реально сложно. Каждый уровень состоит из нескольких арен. Сложность вечно растет, и последнее из них всегда похоже на издевательство. Долбанные кибер-самураи появляются волнами, и когда кажется, что уже все, вот это точно финал, появляются новые и новые. Вдобавок появляются какие-нибудь пауки, которые прыгают на лицо и начинают жрать здоровье. И если нет навыка лечения, то, скорее всего, дальше можно не продолжать, и нужно нажимать рестарт. Навыки, кстати, это еще одна грань прокачки. Но, как и с оружием, эффект часто сомнительный. Аптечка лучшая из того, что там есть. А ведь есть и супер-уровни, где врагов еще больше. Там игра совсем слетает с катушек, но зато можно стрелять с двух рук. Стучишь по клавиатуре, как по роялю. Чтобы морально было полегче, процесс активно смазывается миллионом бессмысленных ачивок и слоу-моушеном на каких-нибудь клевых изобретательных убийствах. То есть, мало того, что тут понемногу взяли и Doom, и Hard Reset, и Painkiller, так еще и Bulletstorm. Короче, ничего своего. Но все равно работает. На этом все. Удачи и до встречи на Playground.ru. Субтитры создавал DimaTorzok